Годы истории посвящаются. О малоизвестных фактах из истории Вятского края, связанных с Отечественной войной 1812 года, рассказывают уникальные материалы Государственного архива Кировской области. Как жители Вятки отмечали столетие Бородинской битвы? В материале Алексея Фоминых. 26 августа 1912 года на Бородинском поле пестрило от разноцветия национальных одежд, знаков отличия войсковых чинов. Незадолго до этого по губерниям был разослан указ о поиске очевидцев сражения. Таковые, как это, неудивительно нашлись. При виде государя-императора старики, чей возраст перевалил за 100, пытались даже встать. Но Николай II попросил их этого не делать и беседовал с ними как простой человек. Уникальные документы Госархива Кировской области свидетельствуют. На Бородинских торжествах была и Вятская делегация. В самой губернии столетие Бородинской битвы также широко отмечалось. Основные торжества прошли в Александровском саду. Там были организованы праздничные народные гуляния и фейерверк. В летнем саду проводились выступления. Так, скажем, были организованы живые картины на тему войны 12-го года. В кинотеатр «Прогресса» шли фильмы, посвященные войне 12-го года. И что интересно, в этот раз кинотеатры могли посетить не только взрослые, но и учащиеся. Синематограф «Диковинка начала 20-го века» для детей в то время был практически недоступен. На просмотры развлекательного кино допускались только взрослые. В год столетия Бородинской битвы для гимназистов вятки сделали исключение. Разрешили посмотреть фильм о войне 1812 года. Не остались в стороне и уездные города-губернии. Народные гуляния прошли в Яранске, Кукарке и Котельниче. Причем в каждом городе со своим колоритом. Например, в Сарапуле в честь исторического юбилея устроили бег в мешках. 26 августа 1912 года во всех уездных городах вятской губернии, на тумбах, которые стояли на городских улицах, были расклеены афиши, где было указано расписание, по которым будут проводиться юбилейные торжества. Как правило, они начинались с молебствования в церквях, где зачитывался царский манифест императора Николая II. Затем проводились народные гуляния, выступали оркестры духовой музыки, гармонисты, хоры военных песенников, проводились народные игры с призами. Ну а вечером, как правило, был фейверк. Представители деловых кругов вятские купцы и промышленники поддержали праздник и морально и финансово. Особое внимание уделялось помощи бедным. Торговый дом Вахрушева сыновья в память столетия Отечественной войны 1812 года потратил 871 рубль 17 копеек. В том числе 282 рубля ушло на угощение рабочих при устройстве торжества и устройстве чтения о войне с соответствующими световыми картинами. Сумма была по тем временам достаточно большой. Средняя зарплата рабочего составляла 20-30 рублей в месяц. Царский рубль того времени можно условно приравнять к тысяче современных российских рублей. Документы архива свидетельствуют, что к юбилейным мероприятиям были привлечены все слои общества Российской империи. Особое внимание уделялось молодежи. Современные хранители истории решили поддержать эту традицию. Государственный архив Кировской области объявляет творческий конкурс для учащихся средних учебных заведений по теме «Отечественная война 1812 года глазами молодого исследователя». Конкурс посвящается 200-летию со дня Бородинского сражения и проводится в рамках года российской истории, который объявлен был в 2012 году президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Конкурс проводится с 10 февраля по 30 апреля Государственным архивом Кировской области совместно с кафедрой Отечественной истории ВятГГУ и при информационной поддержке ГТРК «Вятка». Принять участие в конкурсе рисунков могут ученики 3-5 классов, а ученики 8-11 в конкурсе «Эссе». Подробности можно узнать на сайте архива, о победителе мы увидим в выпусках новостей нашей телекомпании и в материалах рубрики «Вятские война и мир». Алексей Фоминых, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.